В Старой Руси в субботу было празднично. Большую медовую ярмарку совместили с долгожданным событием. Открытием для экскурсионного показа от реставрированной водонапорной башни. Наша съемочная группа оказалась в числе первых посетителей. Анна Вихрова поделится впечатлениями. В день открытия от реставрированной водонапорной башни из желающих попасть внутрь выстроилась целая очередь. Пускает группы по пять человек. Цена входного билета 100 рублей. Пока нужны наличные деньги. Терминал здесь появится позднее. В башне 120 ступенек. Лестница достаточно крутая, поэтому прежде чем подняться наверх, обязательно запаситесь удобной обувью. Между пролетами расположены творческие экспозиции рушан. Картины, игрушки, изделия из бересты. Но подниматься наверх в первую очередь стоит, конечно, из-за последнего яруса башни. Здесь открываются самые красивые виды на Старую Русу. Также мы видим наши церковные объекты. Воскресенский кафедральный собор. Когда придет зима и деревья утратят свой зеленый наряд, будет очень хорошо видна церковь Святого Георгия. Вдалеке Никольская церковь виднеется. Открывается вид и на соборную площадь, где уже вовсю гуляет народ. А вот и я, петрушка, развеселая игрушка. Старая Руси на мосту. Чудеса встречаются. Горожане празднуют Медовый Спас. На ярмарке можно было попробовать сладость от пасечников со всей Новгородской области. Не попробовать мед на Медовой ярмарке было бы самым настоящим преступлением. Но поскольку у меня на этот чудесный сладкий продукт аллергия, вкус будет оценивать мой оператор Михаил. Спасибо. Ну и что, Миша, как тебе? Очень вкусно. Я тебе хочу сказать, что каждому Мише мед в сладу. Красота. У нас есть, допустим, липа с гречкой и с барбарисом есть. Можно дать попробовать, вот покушать, пожалуйста. Пробуй. Вот так можно было и напробоваться разного меда на целый день. А потом увезти с собой понравившуюся баночку самого вкусного солнечного лакомства этого лета. Из Старорусского района Анна Вихрова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.